Евразийская экономическая комиссия готова остановить молочные и мясные войны, но для этого нужны дополнительные полномочия. Как снять барьеры в интеграции, сегодня обсуждали в Минске. На встрече представители правительства, бизнеса, экономические эксперты и дипломаты. Вывод неутешительный. В списке торговых барьеров, которые признают все страны Евразийского экономического союза, более 60 пунктов. Кроме того, на уровне ведомств возникают новые препоны. Страны начинают открывать свои производства в сферах, уже занятых союзниками. А чтобы выдержать конкуренцию, подключают административный ресурс. К сожалению, последний год показал, что количество новых препятствий и барьеров на территории союза появляется быстрее, чем мы успеваем устранять старые. Это действительно проблема. И в рамках корректировки предстоящей договора о Евразийском союзе мы попробуем эту тему тоже урегулировать. Когда мы готовили договор, мы не видели необходимости этого третейского судья. То есть нам казалось, что мы прописали порядок разрешения споров. Вот возникает спор по какому-то конкретному вопросу. В него вовлечены, допустим, два ведомства, условно говоря, Белоруссия и Россия. Мы говорим, что да, вот здесь в этой сфере у нас не хватает полномочий, а нет возможности разрешить конфликт. Поэтому, если будут решения о дополнительных полномочиях, это может быть Евразийская экономическая комиссия. Тем не менее, есть и позитивные результаты интеграции. Становление Евразийского экономического союза совпало с региональным кризисом в 2015 и 2016 годах. ВВП пяти стран в среднем потерял более двух процентов. Но по подсчетам комиссии, если бы государства не находились в экономическом союзе, то потеряли бы на процент больше.